Так, коллеги, всем добрый день. Ну что, я думаю, мы все пунктуальные. Мы готовы начинать на часах 11.00. Кто подключился, всем, коллеги, добрый день. Кто подключится в процессе, нас подхватят в процессе. Ну что ж, давайте начинать. Ведущими сегодняшнего мероприятия, вебинара, будем мы с Андреем. Ну, собственно говоря, я Юля, Андрей. Добрый день. Андрей, супер, тебя тоже слышно. Сегодня мы с вами поговорим про возможности нашей системы в части взаимодействия с перевозчиками. Ну, скажем так, начнем с организационных моментов. Сразу скажу по нашему таймингу, да, то есть, ну, вот такая водная составляющая на 5 минут. Потом мы расскажем более детально про функциональные возможности системы. Ну и в конце уже по традиции ответим на все ваши вопросы. Вот, собственно говоря, вопросы вы можете писать в процессе нашего сегодняшнего вебинара. Пишите прямо в часики внизу. Мы их потом будем читать и на них отвечать. Вот, поэтому усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Как говорится, поехали. На самом деле, сегодня мы не будем говорить о нас, о компании Axelot, хотя очень хочется. Сегодня мы обсудим достаточно острую тему, такую, как возможность нашего решения Axelot MS в части взаимодействия с перевозчиками. Почему острую? Потому что большинство компаний используют помимо своих транспортных средств еще и привлеченные транспортные средства. А ряд компаний, и сейчас на самом деле таких становится все больше и больше, используют только услуги сторонних перевозчиков. Поэтому очень важный ведь инструмент для работы с ними. Наша система как раз-таки обладает широким набором инструментов для того, чтобы обеспечить потребности компании в транспортных средствах за счет привлечения сторонних перевозчиков. А помимо этого решение позволяет понимать динамику ценообразования, управлять стоимостью перевозок и выбрать наиболее подходящего перевозчика по тем критериям, которые устраивают нас, скажем так, заказчиков. Обо всем об этом мы поговорим с вами сегодня поподробнее. Ну, а начать, наверное, хочется с самой такой простой темы. Это с долгосрочных тендеров. Это когда у нас есть долгосрочные отношения с перевозчиками, согласованные тарифные ставки, согласованный объем перевозки. То есть все достаточно прозрачно и понятно. Нам только остается, скажем так, выдавать заказы перевозчикам, а им эти заказы исполнять. Вот, поэтому, Андрей, давай, наверное, расскажем, какой функционал в этой части есть у нас в системе, нашим коллегам. Да, в первую очередь хочется сказать, что нашу задачу, да, нехватки транспорта, можно решить несколькими способами. Вот одна из методик решения, это как раз, как сказала Юлия, это заключение долгосрочных договоров с перевозчиками, то есть долгосрочные тендеры. Что дают нам такие долгосрочные отношения? Ну, во-первых, это у нас есть пул каких-то надежных перевозчиков, с которыми мы всегда можем найти точки соприкосновения, соответственно, обеспечить их перевозчиками, себя обеспечить их транспортом. То есть у нас есть заключенный какой-то договор, в котором мы можем прописать необходимые характеристики, что мы обеспечиваем перевозчика необходимым ему грузоподоком, чтобы у него была гарантированная занятость транспорта, то есть это влияет на его утилизацию транспортного парка. И, соответственно, у нас всегда есть какой-то резерв транспорта, который мы можем назначить на свои перевозки. То есть это, опять же, нам дает гарантию того, что наш груз будет перевезен теми перевозчиками, с которыми у нас есть долгосрочные отношения. Но, соответственно, у грузоперевозчика это, естественно, уверенность в грузоподоке, то есть есть какой-то объем заказов, есть работа для, опять же, обеспечения транспортного парка заказами и, соответственно, его высокой утилизации. К характеристикам долгосрочного тендера можно отнести различные параметры, это, например, направление перевозки, то есть разные перевозчики работают в разной географии, соответственно, мы свою географию доставки можем распределить между несколькими перевозчиками на каких-то более выгодных условиях, которые охватывают свои какие-то районы, регионы и так далее. Соответственно, мы в тендере можем задать некий плановый объем перевозок на период, на месяц, на год, то есть как раз-таки обозначить объем грузоподока, который будет охватывать год или иной перевозчик. Ну и самым, наверное, таким важным здесь критерием являются, естественно, фиксированные тарифы, которые мы заключаем, которые мы оговариваем в момент заключения договора и прописываем, да, то есть по, опять же, различным критериям, в зависимости от требований перевозчика, как они тарифицируют свои рейсы, свой транспорт, опять же, в зависимости от различных показателей. Юлия? Да, но на самом деле хочется сказать, что мы сейчас с тобой проговорили такую идеальную картину мира, когда в части взаимоотношения с перевозчиками у нас есть фиксированные там договорные обязательства, всегда есть, скажем так, понимание, что наши перевозки выполнят, но ведь есть перевозчики, с которыми у нас могут соглашаться просто с соглашения, которые, ну, то есть с теми перевозчиками, которые могут оказывать свои услуги по перевозке. Поэтому предлагаю обсудить, как происходит в системе сама процедура подбора перевозчика и на что обращает внимание система, какими данными она должна обладать, чтобы выбрать самого лучшего, самого оптимального перевозчика на конкретную заявку. Давай вот поговорим об этом. Да, помимо того, что у нас, допустим, есть какие-то долгосрочные отношения с перевозчиками и заключены договоры с ними, в любом случае наш грузопоток изо дня в день может изменяться, то есть сегодня у нас есть один объем перевозок, завтра у нас другой объем перевозок и, соответственно, вот таких постоянных перевозчиков может не хватить. Соответственно, нам необходимо найти какие-то альтернативные решения, задачи. Соответственно, у нас могут быть заключены соглашения с другими еще перевозчиками, с другими партнерами на уже потребность по факту. То есть нам не хватило наших постоянных партнеров, да, мы обращаемся уже к всем остальным, с которыми у нас есть какие-то договора. Как мы это можем выполнять? Соответственно, мы ведем в системе все тарифы, заводим со всеми перевозчиками. При формировании рейса мы направляем некие запросы перевозчикам и сразу видим их тарифы. То есть мы можем на этапе привлечения перевозчика, отправки ему запроса, уже выбрать наименьший тариф, наиболее выгодного перевозчика и отправить ему уже запрос на предоставление транспорта. Соответственно, накапливая такую работу с перевозчиками, с отправкой запросов и получением ответов, мы можем ввести некую аналитику. И рассчитывать лояльность перевозчика. То есть мы видим количество принятых запросов, количество ответов от перевозчиков, насколько часто они нам предоставляют транспорт. То есть отвечают на наши запросы и насколько, собственно, хорошо у нас соблюдаются договоренности с ними. Также в случае, если нам какой-то перевозчик не предоставил ответ, то, соответственно, у нас может быть задействован механизм автопоиска. То есть это уже автоматическое формирование запросов по течение какого-либо времени другому перевозчику. Со следующей ставкой за наш необходимый рейс. То есть мы сначала отправляем нашему любимому перевозчику, например, или самому выгодному. Если он не отвечает на запрос, то идем к следующему по цепочке. Вот каким-то таким образом. Юля? Да, ну и мы же говорим, когда система выбирает перевозчика, когда планирует перевозчика на конкретный рейс, она должна основываться на какие-то данные. То есть на самом деле это важно, потому что тут стоит отметить, что система, имея все данные, автоматически планирует как и рейсы, так и выбирает оптимального перевозчика на каждый рейс. И логисту остается только, скажем так, своим взглядом пробежаться, да, и если где-то у него есть, скажем так, возражение, да, там, даже не переменить, а заменить перевозчика. Вот, поэтому давай, наверное, расскажем именно важность НСИ, что это действительно важно для системы. То есть систему нужно обучить, а потом система будет выдавать уже результаты. Да, безусловно, что нам необходимо для того, чтобы всем заниматься таким процессом. В первую очередь, это нам необходимо иметь базу наших перевозчиков. То есть мы в системе ведем справочник партнеров, с которыми у нас заключены соглашения. У нас есть база перевозчиков уже в виде некого справочника. Мы ведем с ними учет соглашений договоров. То есть мы прописываем, можем прописать сроки действия этих договоров, какие-то там дополнительные условия. в том числе вести историю, да, этих соглашений. То есть за какой-то период у нас там бывает заключение соглашений и так далее. То есть мы всю эту историю как бы ведем в системе. Помимо этого, естественно, если говорить о тарифах, мы заводим для каждого перевозчика некую тарифную сетку, которая может зависеть от различных параметров. То есть у каждого перевозчика свой подход к тарификации. Кто-то рассчитывает стоимость перевозки на основании пробега, кто-то рассчитывает стоимость перевозки на основании количества точек. Кто-то использует временные какие-то рамки, да, то есть по часовую оплату. У кого-то есть, например, просто ставка за предоставление того или иного типа транспортного средства. Соответственно, в различных разрезах возможно введение данных тарифов в виде расчетных таблиц, в которых мы заводим набор параметров и, соответственно, указываем, какая стоимость будет для того или иного набора. Ну вот здесь на скриншоте у нас видно, что, допустим, тариф у нас зависит от геозоны точки разгрузки, точки полученной, то есть смотря в какой географии находится у нас конечная точка разгрузки и в зависимости от направления деятельности, да, то есть компании. Ну, такие различные параметры можно указать и, соответственно, для них указать свою ставку. Вот. Данные расчетные таблицы могут применяться как ко всем перевозчикам, так и конкретно к каждому отдельно своя. Вот. Соответственно, ну, как я уже сказал, что параметров можно учитывать очень много, то есть в зависимости от того, какой у нас рейс, это может быть там и масса груза, и количество, допустим, грузомест, порядка каких-то коробов, это может быть направление доставки, доставки, это может быть количество точек, время, пробег и так далее. То есть достаточно широкие возможности для ведения тарификации можем использовать вот в системе. Ну, мы плавно, наверное, подходим к тому, что, скажем так, допустим, у нас уже есть перевозчики, с которыми мы работаем, в систему внесены все данные для того, чтобы мы оптимально выбрали этого перевозчика. Так вот, осталось дело за самым малым, но интересным. Это выбрать того самого перевозчика, кому мы доверим перевозку наших грузов. Давай расскажем, как позволяет это сделать система и на что она обращает внимание. Да, собрать НСИ как бы в кучу, да, в системе, и ей нужно как-то уметь пользоваться. Соответственно, система предоставляет необходимое рабочее место именно по работе с рейсами и с поиском перевозчиков. То есть рабочее место представляет из себя вывод информации по каждому рейсу, то есть набор необходимых параметров, по которым как раз-таки происходит выбор перевозчика, и происходит выбор транспортных средств. Это статусы заявок на транспорт. То есть мы отправляем перевозчикам заявки, как показывается, необходимый тип транспортного средства, какие-то параметры рейса, на которые необходимо привлечение транспорта, плановая стоимость, которая рассчитывается по тарифу автоматически, и, соответственно, отправляются к нашему партнеру-перевозчику. Соответственно, мы отслеживаем статусы вот этих запросов, видим, что в этом рабочем месте на эти запросы приходят какие-то ответы, то есть видим, так скажем, динамику обработки запросов перевозчиками и их ответы. Соответственно, видим, в случае, если они могут изменять свою цену, устанавливать данный запрос, видим, естественно, изменение цены, то есть есть какая-то плановая стоимость, видим, что нам предложил перевозчик. Все это у нас выводится в одном окне, условно, в рабочем месте и доступно для, так скажем, удобного анализа ситуации ответственным специалистам. То есть данный инструментариум сокращает хорошо время работы сотрудника с этим процессом. Да, ну, на самом деле, наличие инструмента для выбора перевозчика – это, безусловно, хорошо, но нужно не забывать, что перевозки – это не просто, скажем так, сервис для клиента, но это еще и та часть бизнеса, которая приносит прибыль. Ну, а для транспортных компаний – это вообще, скажем так, основной вид бизнеса, который приносит прибыль компании. Поэтому важно иметь инструменты для возможности снижения себестоимости перевозки за счет снижения ставок. И такой инструмент есть у нас. Давай расскажем про него тоже. Да, какие у нас могут быть инструменты по снижению стоимости перевозки, стоимости за наш рейс? Ну, это, во-первых, как мы уже говорили, да, ведение тарифных сеток, и, соответственно, мы можем задать какой-то усредненный среднерыночный тариф на перевозку, который мы используем в качестве расчета плановых затрат на рейс. С помощью этого усредненного тарифа мы уже можем сравнивать тарифы перевозчиков конкретных, да, то есть стоимости уже в сформированных запросах перевозчикам с нашей среднерыночной стоимостью данного рейса, и понимать уже, какая будет у нас рентабельность этого маршрута. То есть стоит ли нам с этим перевозчиком вообще вести сейчас диалог или не стоит? Или нам лучше обратить внимание на другого какого-то? Опять же, тендеры, да, с помощью, ну, что такое тендеры? Фактически это аукцион, да, то есть который проводится между перевозчиками, где они имеют возможность торговаться уже, да, за данный заказ, за рейс, и предлагать там свою стоимость, ну, и снижать как-то, да, цену рейса, чтобы, собственно, забрать этот заказ себе. Соответственно, с помощью тендеров возможно снижение первоначальной стоимости, там, до 30%. На примере металлосервисных компаний, у нас были проекты, цифры доходят вот примерно до таких показателей. Соответственно, сам механизм, да, проведения торгов, то есть это, опять же, аукцион между перевозчиками, формируется в системе некий документ, да, который так и называется тендер, в котором задаются некие свойства, то есть это период его действия, этого предложения, это шаг торга, то есть на какую сумму могут перевозчики снижать стоимость, чтобы получить, да, этот заказ себе. Соответственно, можно контролировать видимость ставок других перевозчиков, то есть создать такую конкурентную борьбу, да, когда все будут видеть стоимости, предложенные конкурентами, и, соответственно, принимать решение в дальнейшем снижении ставки, чтобы забрать все-таки себе этот заказ. И система также предлагает автоматический выбор победителя в этом случае, то есть когда период действия предложения заканчивается, то система автоматически подтверждает самое выгодное предложение и формирует необходимые документы для перевозки. Ну, про контроль рентабельности рейса, да, я уже озвучил, то, что мы на основании, опять же, среднерыночного тарифа можем понимать, насколько наш рейс будет рентабельным, то есть рыночная ситуация у нас такая, что цены у перевозчиков могут меняться чуть ли не каждый день, соответственно, надо понимать, стоит ли нам вообще выполнять перевозку, например, или не стоит, или может отложить ее на следующий день и перевести там совместно с другим рейсом, другим транспортом и так далее. В том числе система также предлагает функционал, который позволяет рассчитывать, ну, узнавать, так скажем, и стоимость перевозки, и сам процесс перевозки спланировать еще на этапе формирования маршрутов, то есть мы задаем параметры еще до планирования заявок в рейсы, и, соответственно, на основании этих параметров у нас уже будут сформированы наиболее выгодные для нас маршруты, то есть скомпонованные точки в маршруты таким образом, чтобы это была наиболее дешевая перевозка, да, с учетом вот как раз-таки тарифов перевозчиков. То есть система предлагает там по каждому, так скажем, этапу планирования, набор результатов, то есть несколько, среди которых можно выбрать наиболее выгодное решение, то есть по сумме всех показателей. Юля? Да, ну как раз-таки я вот уже перелеснула и хотела подвести к статистике, да, статистику все любят. Тут важно понимать, что перевозчиков на самом деле может быть много, с некоторыми перевозчиками можно работать годами, стабильно, с каким-то перевозчиками можно просто по каким-то причинам не сработаться. Так вот, чтобы понять, с какими перевозчиками вам максимально комфортно и, что немаловажно, выгодно работать, да, а также нужен инструмент. Иначе, не имея такого инструмента, можно просто принимать решение на основании, скажем так, лояльности конкретного логиста к ряду компаний. Важно при выборе перевозчика иметь как раз-таки вот статистику, некие, скажем так, сухие факты, некий рейтинг перевозчиков, чтобы на каждую перевозку выбирать перевозчика в соответствии с, скажем так, накопленным опытом взаимодействия с каждым из них. Поэтому такая аналитика в системе есть. Сейчас мы пройдем поподробнее, расскажем. Да, мало того, что мы можем использовать функционал системы не только для поиска перевозчиков на наши рейсы, мы, естественно, по мере работы, по прошествии времени накапливаем некую информацию по выполнению или не выполнению рейсов нашими партнерами. Соответственно, выполняется сбор статистики, например, количество выполненных и невыполненных рейсов, количество подтвержденных заявок на транспорт и количество отклоненных заявок, то есть как у нас перевозчик отвечает на наши запросы, как часто, как эффективно он охватывает наши заказы своим транспортом. Соответственно, мы можем контролировать фактическую стоимость помимо того, что у нас есть некий план, который учитывается по тарифам, при выполнении перевозки все-таки учитываются также и фактические показатели при выставлении конечной стоимости. Например, это могут быть какие-то отклонения от плановых показателей, то есть где-то перепробег какой-то был, где-то увеличилась продолжительность рейса, где-то мы стояли на разгрузке, долго ждали, пока у нас там примут товар, соответственно, это тоже какие-то затраты. Соответственно, мы можем сравнивать по факту перевозки, что у нас были такие-то плановые затраты на рейс, рассчитанные по тарифам, а по факту нам перевозчик выставил другую уже стоимость, с учетом различных отклонений по рейсу. То есть мы всю эту статистику видим в системе, можем ее анализировать и, соответственно, принимать какие-то решения. Например, это функционал рейтингования перевозчиков, то есть мы можем на основании, так скажем, показателей выполнения рейсов этими перевозчиками задать некие оценки, которые будут рассчитываться алгоритмом и устанавливать некий рейтинг перевозчикам, который нам поможет потом в дальнейшем при том же, например, автопоиске перевозчика, при ручном выборе среди обилия наших партнеров, кого выбрать, у кого там рейтинг повыше, в систему там и поедем. Соответственно, это все позволяет снизить нагрузку и на сотрудника. То есть не нужно ему там собирать в Excel какие-то данные, аккумулировать, это все хранится в системе и доступно в виде отчетов в том числе. Ну и как инструменты при именно выборе перевозчика, при выполнении как раз-таки задачи обеспечения нашей перевозки ресурсами. Ну и в том числе, введя соглашения и тарифные сетки с перевозчиками, мы можем видеть, как у нас изменялись тарифы, как изменялись цены за период. То есть как росли тарифы. Соответственно, мы можем спрогнозировать какой-то будущий рост на будущий период, рост цены и уже заложить какие-то цифры в наш бюджет на будущий период. Вот. Да, Андрей, ну, ты достаточно детально рассказал про функциональные возможности системы в части работы со сторонними перевозчиками, а сейчас предлагаю, скажем так, показать на примере, показать на примере самой системы, как это реализовано и как это работает. Поэтому попрошу тебя сделать демонстрацию своего рабочего экрана. Так, Юрий, подскажи, экран видно? Да, мне видно. Я думаю, всем нашим участникам тоже должно быть видно. Отлично. Ну, на самом деле, пройдемся по достаточно простой схеме, так как сейчас у нас немножко времени все-таки выделено на вебинар. Расскажу, как это реализовано в системе именно подбор перевозчика на основании выбора среди дешевых тарифов, среди наиболее выгодных тарифов. То есть, например, у нас изначально есть некая потребность перевозки, то есть это документ-заявка на перевозку груза, в котором отражается, собственно, откуда мы везем наш груз. То есть нам нужно перевезти наш груз, то есть это с какого-то там склада, например, из точки отправления в точку назначения, допустим, к покупателю. Соответственно, у нас есть некое направление перевозки, есть некая география, то есть географические зоны, откуда мы должны перевезти этот груз. Ну, соответственно, есть какая-то некая информация о нашем грузе, то есть весогабаритной характеристики. Мы сформировали на основании данной заявки распоряжение на перевозку, то есть фактически до рейс, в котором у нас сформирован маршрут, рассчитано количество, допустим, палет в данном случае, есть, опять же, масса и объем груза, а также такие параметры, как плановое расстояние и длительность рейса, например. Как нам найти транспорт на данный маршрут, на данный рейс? Соответственно, мы можем, так скажем, решать задачу обеспечения, то есть мы можем подобрать исполнитель по соглашению. Соответственно, мы выбираем такую функциональную опцию, механизм, где мы можем подобрать партнера на данный рейс по заведенным тарифам и соглашениям с заключенными с данными перевозчиками. И вот нам сразу с тем показывают, что у нас есть некий партнер, у которого сумма данного рейса будет стоить такую цифру, да, и второе предложение, точнее, даже не предложение, а рассчитанная стоимость у другого перевозчика будет чуть выше. То есть мы здесь можем сразу выбрать, кого мы хотим привлечь на данный рейс и назначить этого перевозчика в наше распоряжение. Далее нам необходимо отправить запрос перевозчика, чтобы он как-то эту информацию от нас получил. Соответственно, мы формируем такую оценку обеспечения, она называется. Здесь у нас видно, что нам нужно подобрать головной ресурс, то есть транспортное средство, и подобрать водителя. То есть как раз-таки перевозчик должен будет назначить транспортное средство водителя и подтвердить или уточнить уточнить сумму, по которой он готов выполнить данную перевозку. Соответственно, мы такой запрос публикуем. Функционал системы позволяет в это время отправить по почте письмо перевозчику, в котором будет указана краткая информация по данному запросу, а также возможно предоставление ссылки на доступ в систему, то есть в системе организуется доступ именно самого перевозчика и пользователя к рабочему месту, в котором он как раз ведет эти обращения. То есть из письма по письму перевозчику посылочки переводит в систему, в которой заранее предоставлен доступ туда ему. Так. Ну и собственно видит вот этот запрос цены, на который ему необходимо предоставить ответ. он видит обращение, в котором есть некие параметры, да, и предоставляет на него свой ответ. То есть это он делает также в этой же системе ТМС с ограниченными естественными правами под своим пользователем и достаточно оперативно получается в плане взаимодействия с перевозчиком. Здесь он может там себе какой-то комментарий к ответу назначить водителя на эту перевозку. Вот так вот Ксения Вячеславовна водителем указать транспортное средство которое у него есть опять же в его транспортном парке в соответствии с типом транспортного средства которое мы требуем для данной перевозки. и соответственно подтвердить цену по которой мы предлагаем ему выполнить данную перевозку либо ее скорректировать и предложить свою. Соответственно мы фиксируем наш ответ как от перевозчика и логисты уже видят что у нас появился на обращении ответ то есть у нас статус уже поменялся на предоставлен ответ и в запросе цены мы видим что вот у нас есть такой ответ от перевозчика. мы его выбираем и соответственно закрываем данное обращение таким образом мы повзаимодействовали с перевозчиком он нам предоставил транспорт и мы на наш рейс собственно назначили транспортное средство перевозчика и водителя это такой краткий так скажем метод поиска и подбора перевозчика на рейс более подробно в принципе можно будет ознакомиться с демонстрацией через менеджеров через наших запросить демо функционала и демонстрацию проведем более подробно вот что еще тут хотелось бы отметить это вот показать как формируется тарифная сетка то есть есть некая расчетная таблица в которой указываются как раз параметры по которым и формируются данные данные стоимости за рейс то есть у нас есть в данном случае некая зависимость от точки получения то есть от географической зоны в которой находится точка разгрузки и соответственно тариф за в данном случае у нас по-моему за полет этот тариф количество полет то есть у нас есть ставка за один полет по каждому направлению перевозки то есть вот например такого расчета в принципе наверное здесь у меня все наверное демонстрацию можно закончить тут коллеги хочется отметить что мы показали и рассказали сегодня скажем так малую часть функциональности нашей системы более детально готовы скажем так рассказывать применительно даже к вашим бизнес-процессам но для этого нужно будет организовывать отдельные встречи поэтому сегодня скажем так верхнеуровнево показали что система может а в детали можем уже уйти скажем так индивидуально то